Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лед идет». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава двенадцатая. Настоящее кино. Мам, что такое сегрегация? Что-что? Сегрег... Ты где это подхватил? В газете. Илга подходит к сыну. Да, в самом деле, в газете. Четырехугольный кусок бумаги с оборванными краями. Посередине круглая дырка от гвоздя. Короткий пальчик держит пойманное в газете слово, чтобы оно не ускользнуло. Ноготь от пущего усердия даже выдавил на бумаге черточку. Иммант читает. Туповатый Иммант. «Кто тебя научил?» «Сам умею». Лукаво улыбается он. Будто читать можно уметь без учения. Как, скажем, чихать. «Эджус показал?» «Эджус». Кроме презрения в тоне ничего не слышно. «Кто же еще?» «Значит, ты не знаешь, что такое Се... Сегре?» «Трудные вопросы надо всегда побивать вопросами». Так подсказывает житейская мудрость. «Ты еще мал», — вертится на языке привычный ответ, но она не торопится его произнести. Ей неловко под любопытным взглядом сына. Не впервые Илге кажется, что Иммант понимает гораздо больше, чем она думает. Вот и сейчас такая была живая и пытливая мордашка, а теперь сникает. В глазах появляется сожаление, разочарование. Илге хочется их развеять, но она не знает, как. Ведь ни сластями, ни лаской не сгладить унизительного сожаления, с которым сын глядит на нее. «Я тебе куплю какую-нибудь детскую книжку», — обещает она. Илга надеялась, что обрадует сына, но она ошибалась. «У меня целая пачка», — по-взрослому говорит он, и вытаскивает из своего дивана ворох таких же четырехугольных листков бумаги с дыркой посередине. Видно, они вырваны из старых книг и журналов, потому что кое-где попадаются цветные иллюстрации. Иммант выкладывает свою библиотеку на стол, раздерив листки на три кучки по каким-то своим недоступным пониманию посторонних соображениям. Ах, Иммант, Иммант. Так вот отчего Расма в последнее время ворчит, что не успевает вешать на гвозди бумагу. По правде говоря, Иммант показал не все. За диваном еще остались две настоящие книжки, которые ему раздобыл миг на своем чердаке. Одна немного порванная, с картинками, и еще пол-азбуки без обложки. И еще маленькая пробирка, тонюсенькая-притонюсенькая, завернутая в две бумаги. Только маме их нельзя показывать. Начнется. Где взял? Кто дал? Зачем тебе это? Может быть, не поверит, еще подумает, что украл. С того раза зимой, когда мама так нехорошо сказала про Юриса, про его Юриса, Иммант молчит как немой. Пусть хоть убивает, пусть режет на куски. Как же во время войны, Юрис рассказывал, людей, бывало, фашисты мучили, а они молчали, и все, что нельзя было говорить, ничего не выдавали. Но если бы его стали мучить из-за Мика или Пецеса, он так и не может придумать, кто бы его стал мучить и за что. Фашистов он себе не очень-то представлял. Но когда Юрис рассказал, что была одна тетка в каком-то лагере, и она била людей, он почему-то представил себе Зелму. Как ни старался, как ни придумывал, перед глазами стояло Зелми на лицо, даже в очках. Юрису, конечно, он этого не сказал. Юрис, наверное, спросил бы, за что он ненавидит Зелму. А что ответишь? Тут могут выйти одни неприятности. Иммант перелистывает свои бумажки, о чем-то думая. Поперечная морщинка на лбу стянула брови в одну темную прямую полосу. А ведь Илга почти никогда не знает, о чем думает сын. «Почитай-ка мне что-нибудь», — говорит она, вдруг почувствовав себя очень одинокой. Иммант охотно соглашается, водит пальцем по слогам и медленно, порой спотыкаясь, как на кочках, все-таки продвигается вперед, к концу строки. Ноготь у великого труженика обломан, оттопыренные ушки от усилий раскраснелись, непослушные волосы взъерошились, а глаза — глаза, как два зеркальца, которые могут отразить все, что только есть в необъятном мире. Он читает «Муравей», а в зеркалах отражается солнечная опушка леса с тонкими муравьинами тропками на траве и в земляничнике. Он читает «Медведь», и голос вдруг у него делается грубый, густой. Он читает «Солнце» и даже зажмуривается, такой яркий, ослепительный свет исходит от этого слова. Три строчки и лоб в поту. Трудно. Подумать только, петлял по муравьинам тропам, переползал через камень, боролся с медведем, загорал на солнце. А у тебя уже складно получается, — ободряет Илга. Иммант расплывается, как луна. Я и кино умею показывать. И как эта чепуховая похвала может лишить равновесия даже самого твердого человека? Коварная похвала. Потянуть за язык даже давшего обет молчания. Теперь делай, что хочешь. Кусай нижнюю губу, невинно мигай глазами. Слова вылетели, как майские жуки из кулака. И попробуй их поймай. Какое кино? Ты не будешь меня ругать? Почему же ругать за кино? Я сотру резинкой, если тебе не понравится. Что сотрешь? Ну, кино. Илга ничего не понимает. Но Иммант не шутит. Нет, он серьезный-пресерьезный, даже немножко испуганный. У меня не было ни одной толстой книги, и я... Как же можно стереть кино? Я покажу, только не сердись. Пообещай, что не будешь ругать. Хорошо, обещаю. Не думая, торопливо соглашается она, по-настоящему заинтригованная. — Честное слово? — переспрашивает Иммант, совсем как Пецес. Вот человек, — усмехается Илга. — Присяга ему нужна. Ну, честное слово. Иммант берет табуретку и, оглядываясь на каждом шагу, подходит к шкафу. Залезает и достает с полки Библию. Потом кладет ее на стол, вглядываясь в лицо Илги. Ты обещала не ругаться. Он поворачивает Библию поперек, открывает, и вдруг Илга видит на полях двух нарисованных человечков. Скорее, не человечков, а смешных гномов. Тело, черточка, ножки, две черточки, ручки, тоже две черточки, только согнутые. Не дать не взять локти. Вместо головы и на концах обеих рук черные шарики. Это боксерский фильм. На Библии? Но... Илга листает дальше. На следующей странице опять те же боксеры, только в другой позе. Приблизились друг к другу. Пригнулись, словно бодаются. Еще дальше один из них, правый, уже валится. А теперь посмотри. Иммант берет у нее из рук Библию. Настоящее кино. Он отпускает страницу. За страницей быстро-быстро. И происходит чудо. Боксеры оживают. Как на ринге они подскакивают. Сталкиваются со своими шариками-кулачками. Стукаются головами. Растягиваются на земле. В самом деле смешно. Но Илга не смеется. Ее вдруг охватило чувство подавленности. Словно произошло что-то непоправимое. Они смотрят друг на друга. Илга тяжелым, тревожным взглядом. Иммант сперва лукавым еще, находясь во власти боксерского фильма. Потом вопросительным и под конец испуганным. Ты же обещала, повторяет он, но замолкает, потому что в дверь стучат. Илга идет открывать странными, широкими, мужскими шагами. Иммант слышит на кухне голос Зелмы. Я тебе обещала принести творог. Шуршит бумага, шаркает по столу сумка. Хоть бы не входила сюда. Идет. Иммант одним прыжком у стола захлопывает Библию. Ты что там делаешь? Он усердно чистит ногти лучинкой. Чистые ногти сейчас важнее всего на свете. Слышит? Зелма листает Библию. Потом раздается то ли шипение, то ли изумленный вопль. Иммант ожидал, что ему устроит головомойку. А он, конечно, не будет отвечать. Но Зелма, не говоря ни слова, подскочила и кожаной перчаткой хлестнула его по лицу. Он, не удержавшись, заслонил горящую щеку ладонью. Ресницы задрожали. Он быстро отвернулся, чтобы Зелма, ненавистная Зелма, не увидела его мгновенной слабости, когда по щеке скатывается скупая слезинка, горькая, как полынь. Мама сейчас вступится, скажет, что она обещала не ругать, что Иммант сотрет резинкой, что нельзя же так бить человека по лицу. Даже вон Бобик все понял и рычит на Зелму. Хороший Бобик, верный друг. А мама... Мама молчит. — Кто тебя этому научил? — допрашивает Зелма. Иммант не отвечает. И хотел бы ответить, так нечего. Разве кто-нибудь его учил? Чепуха. Пецис только показал, нарисовал человечков на старом календаре. — Бери резинку и, не сходя с места, стирай. Пять минут назад он бы стер, если бы хоть одно единственное слово сказала мама. Хотя бы... Успокойся, Зелма, он сотрет. Не сказала. Теперь пусть стирают сами. — Ты слышишь? Он не слышит и не отвечает. Не нравится, не надо. — Иммант, миленький, — умоляюще восклицает Илга. — Слушайся тетю Зелму. Как быстро все меняется. Сейчас Илга была бы счастлива поймать хотя бы тот же полный сожаление взгляд, что накануне. Но он смотрит как на чужую, как на предателя. Илге кажется, что он сейчас крикнет. — Удари ты! Мне не больно! Но нет. Иммант слишком мал, чтобы так сказать. У него на ресницах повисла уже вторая слеза. Но он молчит. Как камень. И как камень его рука, в которую Зелма пытается силком впихнуть резинку. Только в глазах темный, недобрый огонь. Илге становится страшно, что он может ударить Зелму, и она торопливо говорит — «Иди спать, Иммант!» Это одновременно облегчение и наказание. Он уходит, раздевается, лезет под одеяло, подумав со злорадством, что лег спать неумытый, хотя лапы, ой, какие грязные. Иммант лежит и смотрит на стену, слышит, как они разговаривают, шуршат страницами и Зелма стирает. Пусть поработает, пусть попотеет. Он нарисовал много-премного. Что-то трещит. Ага, страницу порвала. Даже стирать не умеет. К дивану подходит Бобик и обнюхивает голые пятки Имманта. Жутко щекотно. В другой раз он хохотал, высоко подпрыгивая на пружинах, а сейчас не хочется. Сейчас он изо всех сил сдерживается, чтобы не зареветь в голос, не заскулить, как Бобик. Поздней ночью, когда Зелма уже ушла, Иммант слышит, как подходит мама. Стоит долго. Чего смотрит? О чем думает? Вздыхает. Иммант не поворачивается. Кажется, так просто. Повернись на другой бок. Протяни руки. Не хочется. На лице соднит пощечина. Имманту кажется, что завтра, когда он встанет и посмотрит в зеркало, он увидит на щеке красный отпечаток перчатки с пятью пальцами и не сможет выйти на улицу. Когда он испортил Мирту, мама его стеганула ремнем. Через толстые штаны он почти не почувствовал. Правда, Иммант не нарочно погубил Мирту. Он думал, что любая жидкость — вода, а зеленое комнатное растение взяло и пожелтело. Вина Имманта была очевидна. Но и тогда мама не била его так, по лицу. А сейчас ведь ничего не случилось. Стерли кино, и все опять как было. Шаги удаляются. Шаркают, будто у мамы матерчатые туфли, как у тети Лины. Интересно, откуда у мамы вдруг взялись тряпишные туфли? Спать не хочется. Мама гасит свет. На стене качается, как на огромных качелях, отцвет желтого фонаря с улицы. — Почему ты так сделала? — беззвучно спрашивает он. Ответа, конечно, нет. Мама в своей постели дышит ровно и глубоко. Имманту кажется, что мама умерла. Ему очень жалко ее. Очень. Но он ничего не может поделать. — Ну зачем ты? — уже засыпая, повторяет Иммант. — Зачем? — Ты ведь обещала. В первый сон Имманта врывается гул. Он открывает глаза, приподнимается на локте. Ему кажется, что к воротам подъехал Юрис и кричит, чтобы он вставал. Но это Даугава, это она там шумит, не зная отдыха даже и темной ночью. Беспокойство стучит тысячью кулаков по ледяной крышке. Ему отвечает лес на другом берегу. Стены домов на этом. Как невидимка, беспокойство бродит вместе с южным ветром по пустым улицам Яун-Бейлавы. И, проснувшись утром, люди находят его следы. Субтитры создавал DimaTorzok